Минкульт удивляет. Накупили различного оборудования на 4 миллиона долларов и довольны. Дружбу выставили на аукцион. В Кыргызстане ввели утильсбор, правда, с тарифами пока не определились. Из дома бешкекчанки вывезли пять грузовиков различного хлама, ну а Нацбанк монетку красивую серебряную выпустил. Об этом и о многом другом расскажу в выпуске. Всем привет. В эфире Неновости апреля и я, Олеся Цурикова. Как всегда, не по почию я вас хорошими новостями. Первомайский районный суд Бешкека продлил меру пресечения бывшему сотруднику Национальной академии наук Джо Марту Карабаеву. Он пробудет под стражей в СИЗО-1 до 19 сентября. ГКНБ обвиняет его в призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти, к массовым беспорядкам и к насилию над гражданами. В общем-то, ничего удивительного, все как у всех. Задержали молодого человека 2 июля после допроса. Как сообщали правозащитники, Карабаев открыто выражал несогласие с работой на НКР. Говорил, что в академии дают экспертизу по уголовным делам под диктовку спецслужб и отказывался участвовать в экспертизах по ряду дел. Но в НКР, разумеется, все обвинения мужчины отрицали, утверждая, что он ушел с работы по другим причинам. Помните те сумасшедшие экспертизы от наших экспертов? Ну, тех самых, которые в нет видят. Да, в белом черное и сосут из пальца, разумеется. Упорствовал молодой человек, чтобы таким не стать. И вот. Кстати, вот так комментировала задержание Карабаева международная правозащитная организация Frontline Defenders. В 2024 году он систематически разглашал информацию о том, как Национальная академия наук Кыргызстана подписывала заранее подготовленные ГКНБ экспертные заключения, которые затем обычно становились единственным основанием для вынесения приговоров гражданам, критикующим власти. В мае 2024 года Джо Март Карабаев дал свидетельские показания на суде над писателем Олджибаем Шакиром о характере доказательного обеспечения, представленного государственными органами. Он также написал в социальных сетях об этих нарушениях, призывая положить конец несправедливому преследованию граждан, несогласных с решениями властей. Насколько суждение справедливо, не нам судить, правда? Давайте лучше к другим арестованным людям. Точнее, уже отпущенным, потому что так сложились обстоятельства. Охранникам убитого криминального авторитета Камчикюльбаева вынесли приговор. Постарался Первомайский райсуд Бишкека. Пятерых мужчин оштрафовали. С каждого по 50 тысяч сомов в пользу государства. Напомню, что охранников Кюльбаева обвиняли по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти». За что? Ну, кажется, за исполнение своих прямых рабочих обязанностей. Интересненько. Еще одна тема в ту же копилку. У кыргызстанца нашли незарегистрированный пистолет Макарова с боеприпасами, сообщает пресс-центр ГКНБ. По данным силовиков, этот мужчина раньше контактировал с членами ОПГ Камчи Кюльбаева. Контактировал это как? Рука об руку? КТС под предлогом обеспечения собственной безопасности, заведомо зная об уголовной ответственности за приобретение и хранение огнестрельного оружия, приобрел у неустановленного лица боевой 9-мм пистолет Макарова с боеприпасами. Против мужчины возбудили уголовное дело, а его отправили в СИЗО. Назначена баллистическая экспертиза изъятого оружия. И к другим темам. Минкульт закупил оборудование для масштабных мероприятий и потратил на это 350 миллионов сомов. Сколько? 350 миллионов сомов. Ну или 4 миллиона долларов, если вам так удобнее. С копейками. По данным телеканала НТРК, на закупку спецтехники для проведения крупных госмероприятий Минкульту из бюджета выделили 446 миллионов сомов. Так что у них еще больше 100 миллионов сомов осталось. Их пообещали направить на транспортировку и монтаж этого самого оборудования. Да, денег потратили немало, так наш тоже. Вы явно сгораете от нетерпения, так что не буду вас томить. Купили сцену площадью 786 квадратных метров, 482 единицы световой техники, массу LED-экранов общей площадью 700 квадратных метров, 16 единиц оборудования для спецэффектов, железяки для сцены, звукоусилители и пульт L-Acoustics и Lair, сценическую конструкцию площадью 20 160 квадратных метров. Обновки везли из Китая, Франции, Англии и Германии, сообщил глава ведомства Алтенбек Максутов. И подчеркнул, что такого оборудования ни у кого во всем СНГ нет, и в Центральной Азии тем паче. Так что мы круты как никогда. Круче только... Уважали мы, что там лета, где же яйца? Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Раньше мероприятие государственного уровня было сложнее проводить, потому что у нас такой техники не было. На аренду приходилось тратить около 2 миллионов долларов. Но теперь заживем. Ранее для игр кочевников, прошедших в Кыргызстане, мы арендовали технику для шести стран. Приобретение такого оборудования стало достижением для нас. Оборудование масштабное. С таким освещением мы сможем проводить масштабные мероприятия. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. А теперь, может, и Минкульт подобреет? Да ну, бред какой-то. Ну, в общем, новую технику планируют опробовать при проведении мероприятий к 33-летию со дня независимости страны и 100-летию образования Каракрыгойской автономной области. А тем временем все к тем же праздникам. В центре Бишкека вовсю реконструируют площадь Аллато. Работы ведутся с 27 апреля, а завершить все мэрия обещает к 31 августа. Как обстоят дела с капитальным обновлением площади, расскажет Валерий. Нет, не Леонтьев, а Жернаков. Проникнуть в сердце города Бишкек на площадь Аллато нынче непросто. Все перегорожено на посту сотрудники милиции. Не пропускают даже журналистов. Тут вовсю ведутся работы по капитальной реконструкции центральной площади, которые начались 27 апреля. Прямо сейчас мы находимся на центральной площади Аллато, где вовсю кипят работы по реконструкции. Позади меня уже установлены флагшток 100-метровый, причем. Работы кипят, несмотря на жаркую погоду. Мэрия города Бишкека обещала закончить реконструкцию 31 августа. Как и независимости, что ж будем ждать. Но выглядит это, конечно, грандиозно. Обновленные фонтанные группы, отреставрированный вид подарками, а также рекламные вывески, одной стилистики и многое другое ожидают горожан и гостей столицы. Также в центре площади появится ноу-хау-фонтан. Одним из важнейших изменений станет новый современный мультимедийный фонтан. Он будет оснащен струей, высота которой будет достигать 21 метра и будет включать элементы огня, света и музыки. Такой фонтан станет не только визуальным акцентом, но и новым туристическим объектом, привлекающий внимание не только горожан, но и гостей города. 31 июля уже завершились работы по установке нового 100-метрового флагштока к столетию образования Каракыргыской автономной области. Сейчас на нем не хватает только нового флага. Но это лишь вопрос времени. Также 31 августа жители и гости столицы смогут посмотреть праздничный концерт ко дню независимости на обновленной площади. Сцена уже установлена, а нам остается только ждать. Кстати-кстати, не отходя от кассы, Нацбанк тоже радует. В честь столетия со дня образования Каракыргыской автономной области создали коллекционную монету. Ее номинал 10 сомов, но стоит она намного дороже, ведь отлита из чистого серебра 925-й пробы. Общий вес коллекционной денежки 28,28 грамма, а тираж всего тысяча экземпляров. Стилизованная цифра 100 на монете символизирует горы Аллатоо, национальный орнамент и бесконечность. Историческое событие 1924 года, связанное со зданием Каракыргыской автономной области, является важнейшей датой в истории карыргыского народа, подтверждающей возрождение карыргыской государственности. Каракыргыская автономная область фактически стала политико-правовой основой для образования Каракыргыской республики со всеми атрибутами суверенного государства в современном мире. Называются монета, в общем-то, несложно. Каракыргыской автономной области 100 лет. Ну а расплатиться ею можно где угодно. Она имеет статус официального платежного средства на территории Каракыргыской республики. Однако вряд ли вы захотите это сделать, ведь номинал, как я уже говорила, 10 сомов, а стоит она 4820. Приобрести монету можно в кассах учреждений Национального банка в рабочие дни с 9 утра до 2 часов дня, а также через веб-сайты по продаже нумизматических ценностей. Ну что, кто-то уже хочет себе такое? Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана, что в Бишкеке, выставили на аукцион. А еще говорили, что дружба не продается. Конечно, дружба не продается, но сдается в аренду на 5 лет. Стартовая цена 600 тысяч суммов. Аукцион проведет столичная мэрия, а точнее департамент по управлению муниципальным имуществом. Пройдет он 20 сентября в электронном формате. Выставлены всего два лота. Бассейн в микрорайоне Асанбай площадью 329 квадратных метров с прилегающей территорией свыше тысячи квадратных метров. Ну и, собственно, парк площадью в 5,5 гектаров с нежилыми помещениями на территории. Подпарк развлечения с возможностью проектирования и строительства спортивных, развлекательных и иных досуговых объектов по согласованию с уполномоченным органом по архитектуре и строительству. Для участия в аукционе нужно приобрести флешкарту для электронной цифровой подписи, пройти регистрацию на сайте аукцион.itp.gov.kg, найти подходящий лот аукциона, заполнить данные и уплатить сумму для участия через код оплаты. Но не спешите, не все так просто. Там есть еще и условия. Все эти пять лет надо запускать карусельки, даже если нет клиентуры, обеспечивать паспортами эксплуатации все эти карусельки, содержать парк в порядке, озеленять, охранять и платить по коммунальным счетам. Когда сам в управлении не смог, ищешь арендаторов? Ну, как продажа готового бизнеса. Условия от прежних хозяев, а деньги и весь спрос с тебя. Ну вы, блин, даете. Напомню, парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана открыли всего пару лет назад. Президенты Садыр Джапаров и Ильха Малеев. Ну что, хотите себе такой? Ну и, отходя от темы парка, к менее приятному. Из дома Бишкихчанки муниципальные службы вывезли около 40 тонн мусора и хлама. Жительница столицы складировала его долгое время, но соседи не выдержали. Обратились в администрацию Свердловского района с жалобой на невыносимый запах. Сначала велись разъяснительная работа с хозяйкой дома, но это не дало никаких результатов. Тогда на место выехала комиссия во главе с Рамизом Алиевым с участием представителей Свердловского акмиата, Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека, МПТ «Залык», Муниципальной инспекции, УВД Свердловского района и МТУ номер 18. По итогу выезда городские службы вывезли с территории указанного частного дома на улице Суворова около 40 тонн бытового мусора. Чтобы все это убрать, задействовали пять. Представляете, пять грузовых автомобилей и один погрузчик. С хозяйкой дома еще раз провели разъяснительную беседу о недопустимости нарушения санитарных норм и правил благоустройства столицы. Ну, в мэрии, наверное, сегодня довольно уловом. Сами же говорили, мусор – это товар. Помните? Нет? Я напомню. В июне прошлого года директор агентства развития Бишкека Курманбек Молдокулов заявил, что возле мусорных контейнеров в столице установят видеокамеры и датчики движения. Сказал, что будут бороться с кражей мусора на законодательном уровне, потому что уже скоро будет построен мусороперерабатывающий завод. И нужно, чтобы мусор хотя бы доходил до него. Все содержимое в мусорных баках будет собственностью муниципалитета, поэтому никто не может что-то забирать из них. Совместно с депутатами Джогурху Кенеша мы внесем изменения в закон о твердых бытовых отходах, чтобы до будущего завода мусор доходил полностью. К нарушителям будут применяться административные меры и уголовное наказание. А тут сами взяли и все похитили. Ай-яй-яй. И не отходя от темы мэрии, отрезок улицы Жукеева-Пудовкина открыли наконец-таки для проезда. Бишкек-теплосеть завершила реконструкцию участка тепловой сети от Горького до Кулатова. Работы на остальных участках тепловой сети от Мидерова до Горького продолжатся и будут завершены к концу августа, сообщает мэрия. По Жукеева-Пудовкина проводится масштабная реконструкция магистральной тепловой сети. Полностью заменены трубы диаметром 700 мм на трубы диаметром 900 мм, а также обновляется вся запорная арматура. Общая площадь реконструируемой сети составляет 845 метров. В Кыргызстане вступил в силу закон об утилизационном сборе, сообщает в своем телеграм-канале депутат Дастан Бекешев. Он предназначен для того, чтобы компании помогали утилизировать и перерабатывать отходы от своей продукции. Согласно документу, этот сбор будет взиматься на следующие товары. Смазочные масла, аккумуляторные батареи, свинцовые аккумуляторы и аккумуляторы для электромобилей, автошины, электронное и электротехническое оборудование, бытовая техника, фильтры для двигателей внутреннего сгорания, товары и упаковки товаров из комбинированных материалов, картона, резины, пластмассы и полимеров. То есть производители и импортеры этих товаров должны за него платить. Ну а время, ясное дело, ляжет на плечи конечного потребителя. Скоро кабинет министров утвердит ставки утилизационного сбора, так что не удивляйтесь увеличению цен на некоторые товары. Собранные деньги планируют отправлять на переработку отходов, строительство объектов для обращения с этими самыми отходами и создание раздельного сбора для них. А вот в Казахстане уже начали переживать, хотя ставок наши еще даже не придумали. Соседи опасаются, что если утильсбор в нашей стране будет слишком высоким, то все старые и неэкологичные авто поедут отсюда туда. У нас сейчас не обсуждается увеличение размера утильсбора. Обратите внимание на то, как ведут себя наши соседи по поводу утилизационного сбора. Они не только его не отменяют, они его повышают. Кыргызстан поставил линию по производству Chevrolet, Cobalt и Onyx и тоже планирует вводить утилизационный сбор. Здесь надо понимать, что Казахстан с точки зрения размеров утильсбора и первичной регистрации уже достаточно сильно отстал от всех соседей. Из-за разницы в ценах, к сожалению, может опять появиться достаточно большой поток старых автомобилей в республику Казахстан, которые вредят экологии и создают очень опасные условия на дорогах. Такой риск вполне реальный. Другие страны обороняются от ввоза, давайте просто это назовем автохламом, и вводят заградительные меры, а мы считаем, что нам ограждаться не нужно. Ранее в Минэкономике нашей страны отмечали, что вводят закон об утильсборе для поддержки отечественного автопрома. А что вы думаете об этом документе? Пишите в комментариях под видео. Ну а у меня на этом все. Ставьте лайки и делитесь этим выпуском с друзьями. Кстати, сегодня отмечают Всемирный день Лени. Давайте-ка заканчивайте свои дела и отдыхайте от души. Праздник же это законно. Всех обняла. До скорого.